Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Я в дружину относит, якого я тут знал, я жив. Бой, сына, и черта, во всякого церкви. Христос воскресе измертвы, Смертью смерть поправ, Песущим обрабежи, будто роман. Христос воскресе измертвы, Смертью смерть поправ, Песущим обрабежи, будто роман. Христос воскресе измертвы, Смертью смерть поправ, Песущим обрабежи, будто роман. Слава от Home и Сына, и черта, во всякого церкви. Христос воскресе измертвы, Смертью смерть поправ, Иисус, чем обрабежи, будто роман. истинный Бог наш, молитвами причистые свои о Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресно! Дорогие наши братья и сестры, сердечно поздравляю вас в первую очередь с праздником Воскресения Христова, а также с Великим Праздником, с Днем Победы. Из года в год День Победы попадается на Дни Празднования Воскресения Христова, когда все мы поздравляем друг друга словами «Христос воскресе!» и радостно отвечаем «Воистину воскресе!» Потому что мы знаем, что наш Господь Иисус Христос пришел в этот грешный мир, чтобы открыть нам райские врата, которые были закрыты для человека грехопадением наших прародителей. И вот не случайно Бог сделал так, что победа над злом, победа в Великой Отечественной войне случилась именно в такие радостные праздничные дни. когда сам праздник Воскресения Христова в 1945 году случился за несколько дней до Дня Победы. Советские войска взяли Берлин и был подписан указ или капитуляции Германии именно в дни воскресения Христова. Сейчас, когда мы живем уже много лет после Дня Победы, из года в год, чем дальше проходит время, мы все больше понимаем, насколько важна эта победа для человечества. Вообще, если взять нашу жизнь, то любое важное событие, которое происходит в нашей жизни, мы не осознаем важность этого события именно в тот момент, когда это происходит. Но когда проходит какое-то время, все больше и больше осознаешь важность этого события, особенно это касается Дня Победы. Особенно в наше время, когда мы видим, что в этом мире опять повторяется зло. опять люди повторяют свои прежние ошибки, ошибки своих родителей, своих предков. И, к сожалению, эти ошибки очень горько сказываются на судьбе человека. Именно поэтому, чтобы не повторять этих ошибок, мы собираемся в День Победы, чтобы вспомнить те события, которые происходили в период с 1941 по 1945 год, чтобы знать, что те трагические события, которые тогда происходили, что мы должны приложить все усилия, чтобы не повторить их. И, к сожалению, не везде это происходит, к сожалению, и мы видим, что действительно именно там, где забывается история, именно там она и повторяется. Поэтому призываем всех помнить, молиться в своих сердцах, молиться пред Богом, чтобы Господь напоминал нам о том, что есть добро и что такое зло, чтобы мы берегли своих соотечественников, чтобы мы в первую очередь ограничивали самих себя в своих хотениях греховных, чтобы мы не смогли повторить этих ошибок. Я желаю всем вам и всем нам в первую очередь здравия и памяти этих событий. Также желаю, чтобы воскресший Господь всегда был в наших сердцах, потому что когда Господь с нами, тогда мы можем действительно воздерживаться от тех искушений, которые дьявол ежедневно, ежечасно, ежеминутно расставляет по пути нашей жизни. Христос воскресе! Знаем мы, совсем не просто он пришел к нам, день победы. Этот день завоевали наши прадеды и деды. Дорогие друзья, уважаемые твердичане, 79 лет назад озвучали последние выстрелы трагической и незабываемой Великой Отечественной войны. Но не заживают раны в сердцах человеческих. И в торжественные праздничные дни Великой Победы мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, в тем героическим дням. Митинг, посвященный 79-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Субтитры создавал DimaTorzok предоставляется примару нашего города Георгий Владимирович Поповов. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас 79-й годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной войне. Являюсь великим, самым трогательным и радостным праздником со слезами на глазах миллионов людей. Победный май 45-го года из года в год отдаляется от нас, оставляя в наших сердцах только память о бессмертном подвиге народа нашего. 9 мая был и остается днем для людей всех поколений. Победой мы обязаны прежде всего самоотверженному мужеству и стойкости миллионов простых советских людей. Которые сражались на фронтах и в тылу. На всех рубежах, плечом к плечу, стояли насмерть славные сыны братских народов Советского Союза. В годы тяжких военных испытаний они единой семьей защищали одну на всех родину. И победили, потому что были вместе. Всенародный праздник Великой Победы объединяет всех нас, наполняет души людей гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы народа. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто погиб на полях сражения, отстояв самое дорогое мир и свободу. Подарили нам радость жить, работать, растить детей и внуков. Сегодня наша общая с вами задача сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живших и павших героях. Память – это зеркало души каждой нации. Она делает нас сильнее, сплоченнее и мудрее. Никто не забыт и ничто не забыто. Под таким лозунгом мы живем вот уже 79 лет. Низкий поклон героям Великой Отечественной войны. От всей души хочу пожелать вам здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких, мира, счастья, оптимизма, крепости духа и благополучия всем твардичанам. Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге людей, отдавшие свою жизнь за свободу и мир, согреет сердца всех поколений на многие годы. Удачи вам и самое главное – мира на нашей земле. С праздником вас! С Днем Победы! Прошло 79 лет. Целая человеческая жизнь. Но когда мы смотрим кадры военной хроники, думаем об одном – как выстояли, как выдержали это чудовищное время. Мы преклоняемся перед героизмом отцов, дедов и прадедов, боевавших за свободу всего человечества. Слово предоставляется участнику афганских событий Желяпову Петру Петровичу. Бросьте. Уважаемые твардичане, позвольте мне поздравить вас с 79-й годовщиной Великой Победы. Когда у меня какой-то юбилей, связанный с афганскими событиями, я надеваю свои памятные медали. Дело в том, что в этом году мы отпраздновали в феврале 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Не довелось участвовать в этих событиях в составе ограниченного контингента советского суббойства в Афганистане. И мы, афганцы, как никто другой, знаем, в какой трудностью добывалась победа в Великой Отечественной войне. Во время нашей службы в Афганистане именно советская армия охраняла самые важные посты, такие как Перевал, Саланг, аэропорт в Кабуле и многие-многие другие важные военные объекты. То, что мы с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, говорит тот факт, что только советская армия смогла взять очень укрепленные пещеры Тора-Бора. После этого американцы пытались это сделать, но не смогли. Но сегодня мы преклоняемся перед всеми павшими в годы Великой Отечественной войны. Эта война прошла и через наше село, через наш край. И то, что сегодня я вижу неравнодушные наши односельчане стоят с фотографиями бессмертного полка, говорит о том, что это событие является очень важным и для нас. Поэтому позвольте мне еще раз поздравить вас с этим праздником, с Днем Победы и пожелать крепкого здоровья, счастья, мирного, неба над головой. Слово предоставляется Учителю-ветерану Славову Ивану Петровичу. Доброе утро, дорогие твардичане и гости нашего прекрасного города Твардица. Сегодня, которая, я думаю, традиция, наверное, не прерывалась и, дай Бог, чтобы она не прерывалась и дальше. Особенно молодежь должна это поддерживать. Мы отмечаем один из главных, как я считаю, праздников. Это праздник, когда не только в Европе, но и, наверное, на планете Земля наступил мир. Всего год отделяет нас от юбилея. Только подумать, почти 80 лет люди живут в мире, много произошло событий, очень много и, к сожалению, не самых лучших. Но наше поколение, и особенно поколение за нами, и особенно те, которые сегодня учатся в школах, в лицеях, чтобы помнили, что та война, которая была, скорее всего, самой кровопролитной за последние сто лет, унесла миллионы и миллионы жизней. И те люди, которые не были непосредственно участниками боевых действий, но были в тылу, порой им было труднее, чем на фронте. Но благодаря силе сплоченности, благодаря силе духа, люди выдержали, люди выстояли, люди восстановили великую страну. Вся Европа, наверное, после 9 мая вздохнулась облегчением, потому что много всего было в те годы. И история, к сожалению, в разные периоды по-разному оценивает те события, расставляя приоритеты то в одном месте, то в другом месте. И сегодня я призываю всех нас, дорогие твардичане, и гостей, и всех, кто нас слышит и видит, и всех, к сожалению, которые далеко от твардицы, почувствовать и взять, наверное, пример с тех времен, когда в самые трудные моменты, благодаря сплоченности и единству всех людей, людей всех возрастов, люди выстояли, люди построили красивую, хорошую, достойную жизнь с каждого человека. И нам очень важно сохранить эти традиции, продолжить эти традиции. А еще я призываю всех молиться, поддерживать, сделать каждое, что для каждого возможно, чтобы все эти последние события, которые есть на нашей земле, закончились, чтобы люди, как говорится, образумили и прекратили братоубийство, потому как времена, мы все знаем, очень сложные на сегодняшний день. Но, как бы то ни было, в этот праздничный день поздравьте близких, родных, друг друга, отметим праздник, здоровья пожелаем друг другу. Я тоже от всей души, от всего желаю всем здоровья, добра, человеческого счастья. Еще раз, с праздником всех. Спасибо. Слово предоставляется представителю общественности нашего города, ветерану труда Бриткову Петру Георгиевичу. Уважаемые твардичане, сегодня день особенный, день празднуем освобождение Молдавии. Хочу сказать, что для нас это Великая Отечественная война, потому что наши войны освободили наше государство. Хочу привести некоторые цифры, связанные с этим праздником. Как вы видите, война в Молдавии началась 22 июня 1941 года. Многие путаются в Второй мировой войне. Да, она была Вторая мировая, потому что было задействовано очень много стран. Первое нападение фашистов на Молдавию произошло на границе Молдавии и пострадало болгарское село Стояновка. Оно продержалось пограничными войсками ровно 10 лет, а потом пало, и фашисты смогли продвинуться аж до Сталинграда. Великий перелом в Великой Отечественной войне произошел после Сталинградской битвы и также Курской битвы. С того времени уже началось отталкивание фашистов на запад. Для Молдавии освобождение произошло, вы знаете, Яссо-Кищеневская операция, где уже были полностью выгнаны фашисты из Молдавии. Хочу привести некоторые цифры. Значит, во Второй мировой войне погибло 55 миллионов человек. В Советском Союзе 26 миллионов, в том числе в Молдавии свыше 550 тысяч, то есть полмиллионов. Много было погибло и в Молдавии, и много было и героев в Молдавии. 22 героя Советского Союза, в том числе вы, наверное, слышали и читали Иоанн Солдис. Поэтому сегодня особенный праздник для нас. И позвольте мне прозитировать одно святворение, очень существенное на сегодняшний день. Это святворение связано с этими памятниками, которые здесь у нас находятся. Стоят солдаты в камне, в бронзе, во многих селах и городах, лежат в могилах, в чистом поле, в курганах славы, на холмах. Стоят солдаты в камне, в бронзе, напоминая всем о том, что был пожар на всей Европе, растоптанный фашистским сапогом. Стоят солдаты в камне, в бронзе, напоминая, стоят солдаты в камне, в бронзе. И сотни лет должны стоять. Без них не то, что день Европы, без них Европе не бывать. Спасибо, поздравляю вас всех с праздником, желаю вам крепкого здоровья, мои дорогие земляки. Память о войне – это прежде всего память о людях. Пройдут года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа. Но легендарный подвиг победы в Великой Отечественной войне навсегда останется в нашей памяти. Помолчим над памятью друзей, тех, кого мы больше не увидим, не услышим тех, кто жизнью всей вместе с нами в мир грядущий вышел. Давайте вспомним и почтим светлую память всех погибших в этой Великой Отечественной войне, «Минентэй», «Молчание». Это, наверное, «Минентэй». Субтитры – это, наверное, «Морчание». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Горят венками немеркнущей славы Сейчас перед вами выступит ученик школы искусств Даламажи Георгий с песней «Бессмертный полк» Течет река Бессмертного полка По улицам разбитом по стране Шагают в ряд с портретами в руках По тотке победителей в войне Оставь в вода вечно молодые Свою остави в варту небеса Шагают предки с нами как живые Течет река Бессмертного полка Течет река Бессмертного полка Течет река и нет конца колонна Шагают в ряд и маршал, и солдат Из фотографий и цехал с иконы Не закрывая глаз на нас глядят Шагают с нами смерть вверх по праву Как в сорок первом мир прыгнул с собой И нашим жильем не кончится пока Течет река Бессмертного полка Течет река Бессмертного полка По месту осенны не забыл героев Идет за рва, за пеня и тишину Проходит вечная ствол бессмертным строем Идет опять сражаться за страну Пакетки души с нашими сливаясь Волной скипают прямо в облака Свои потомка снова воскресаясь Течет река Бессмертного полка Течет река Бессмертного полка Течет река бессмертного полка. Дорогие друзья, наши творчане, давайте вспомним наших ветеранов войны села Твардица. Бакаренко Михаил Яковлевич, Крестин Николай Александрович, Карпенко Петр Федорович, Карпенко и Просинья Алексеевна, Голодяева Надежда Павловна. Бабков Александр Васильевич, Рылов Алексей Герасимович, Папазов Иван Владимирович, Букур Василий Иванович, Радукан Василий Васильевич. Вспомним и людей, которые освобождали наш край. Батехин Савва Калистратович, генерал-майор танковых войск. Гунченко Алексей Григорьевич, гвардии полковник. Гвардии полковник Соланский Якоб Григорьевич. Гвардии-майор Коваль Иван Владимирович. Гвардии-майор Гончаров Демьян Арсидьевич. Гвардии-старший лейтенант Араков Михаил Алексеевич. Гвардии-старший лейтенант Аркадьевич. Гвардии-старший лейтенант Аркадьевич. Гвардии-старший лейтенант Аркадьевич. А сейчас перед вами с песней Качуша выступит Писова Ольга, ученица школы искусств города Твардица. Расцветали яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег, на крутой Выходила на берег Катюша На высокий берег, на крутой Выходила, песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила Про того, чьи письма бегла Про того, которого любила Про того, чьи письма бегла Пойте песня, песенка девичья Ты лети, зная со солнцем след И бойцу Наталье пограничье От Катюши передай привет И бойцу Наталье пограничье От Катюши передай привет Пусть он вспомнит девушку простую И услышит, как она поет Пусть он тебе в любви Жас родную А любовь Катюша спережет Пусть он тебе в любви Жас родную А любовь Катюша спережет Яблони и груш Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег, на крутой Выходила на берег, Катюша На высокий берег, на крутой Дорогие друзья Митинг, посвященный Дню нашей Победы В Великой Отечественной войне Объявляется закрытым Митинг, посвященный Дорогие День Победы Как он был от нас далек Как в гостре подушем таял уголек Были версты, обгорелы пыли Этот день мы приближали, как могли Этот день Победы Порохом пропал Это праздник С землами на висках И это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы Приближали, как могли День Победы День Победы День Победы Порохом пропал Порохом пропал Это праздник Это праздник С землами на висках Это радость С землами на висках За слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы